Всем привет! Сегодня мы посмотрим на то, что нам дарит Epic Games на ноябрь 2021 года. Первое, что нам подходит относительно крайне, крайне относительно не подходит даже, это Archivis Interactive UI and Tools. В общем, это объяснять даже визуализация, я не знаю, даже проще посмотреть. Если посмотреть так, пролетом быстренько, но это просто комната в воздухе. Давайте зайдем в нее. Здесь нас ждет комната с некими расставленными штучками и по нажатию, допустим, мы можем изменить... Изменить... Так, а где у нас крутится вентилятор? А, вот он. По нажатиям мы можем менять дизайн и так далее. Дальше у нас столик. В общем, для продажи, допустим, дома это самая хорошая вещь. Так, что меняется, я даже и не вижу. Ну, не особо и важно, да? В общем, каждая вещь у нас является с дополнительными материалами. Окей. Ну и так далее, то есть здесь внизу несколько комнат. Это у нас, получается, ванный туалет. Мы можем изменить дизайн. И показать заказчику, вот, смотрите, вот так вам подходит. И прям при нем, допустим, изменять будет совсем шикарно. Кстати, недоработка у них. Я не закрыл менюшку. И так вышло, что она работает не в той комнате, где и необходимо. Ну, в общем, да. Вот такая вот штука. Здесь можно полетать. Наверное, да. Полетать на дроне. И посмотреть синематики определенные какие-то. То есть, поставили цвета, какие необходимы. Пролетаете. Видите все красоты. Можно от персонажа ходить и по комнате гулять. В общем, весело. Давайте продолжим. Так. Интересный ассет, но чисто для тех, кто занимается визуальными работами и обработками, так скажем. Стоил 4200. Прилично. Прилично. Следующий у нас это ассет. Это плагин ClearCleaner. Он, видимо, чистит проект, да, и так далее. То есть, он может разобраться, где что стоит. Вещь хорошая. Если кому-то необходимое, возьмите на заметочку. Так, это мы закроем. ClearCleaner, если вы устанавливаете через плагины. Вот, Cleaner. Галочку поставил. Запустил, да. Теперь мы заходим в Windows. Здесь есть ассет Tools. И запускаем. Здесь при рефреше он нам показывает всю структуру, что необходимо, что работает. Здесь вы можете либо перейти к нему, смотреть его размеры, вдруг они слишком большие и так далее. То есть, выявить, есть ли какие-нибудь погрешности у него. Ну, и с чем взаимодействует. Вещь хорошая. Также здесь передвижение, куда необходимо. Удаление. Возможно, персонажа может удалить. Хотя я не уверен в этом. В общем, надо тестировать. Так, и следующее сразу переходим. Это у нас Clownscape Seasons. Вещь из 2017 года. Только сейчас начали раздавать бесплатно. И 18 отзывов почти практически положительных. 18 звезд, которые почти 5. Так, запустим. В общем, демка. А, ну, вот она, наверное, и стоит уже. Да. Справа вы видите FPS. Вот 30. Короче, я наверх прям направляю. 30-40 FPS. Но очень прожорливо. Возможно, у вас, если видеокарта там 10.50 или 10.50 Ti, прям до 15 съезд. Хотя здесь моделей, мешов ничего не наставлено, чисто из-за облаков. Здесь есть какие-то переключения. То есть, можно включить свет, выключить эпические синема настройки. Тут по времени, видимо. И все это работает, получается, в мульти... Мульти-режиме. Ха-ха. Потому что... Ну да, вот смотрите. Прям эпические настройки. Жесть, все съели. И обратно не переключается, кстати. Да, не хочет. Ну, чисто здесь расстановка облаков, чего-то дыма, так скажем. И освещение. Ну, можно даже пробежать вот сюда. К сожалению, пробежать. Так, это не та... Это не та кнопочка. Нам нужно вот сюда. И здесь есть озеро, которое тоже отображает облака и так далее. Но, как видите, она что-то не сразу работает. Только когда приближаешься в него, входишь точнее. В общем говоря, веселье. Следующее, что нас порадовало... Ну, это вот одно из тех вещей в этом месяце, которые прям, ну... Реально необходимы. Это модульная промышленная зона. Сейчас мы в нее зайдем, посмотрим, насколько она хороша. Так, это у нас Industrial Area, Maps, Overview. Посмотрим быстренько сверху. Это все модели разъединенные. То есть, вы можете их модульно собирать. Как в Blueprint, так и отдельно. Ну, это уже такие. Если включить сеточку... Так, стойте. Я не запустился. Если включить сеточку... Ну, здесь в теории практически это... Низкополигональные модели. И есть лоды, да. Вот если видите, вот они прогружаются дальше. Вот, допустим, те же... Контейнеры. Если переключиться на это, у нас только прозрачные стекла. Показывает, что плохое качество, да. И получается, это не только стекла, но и заборы, которые с альфа-каналом. Здесь у нас всякие шероховатости, нормалки и так далее. Можно посмотреть. Здесь, кстати, вообще непонятно. А, здесь разрыв конкретный, да, не доработан. И, в общем, сказать, что вот это все собрано, если даже одним человеком, то максимум неделя. То есть, он особо не заморачивался. Покраска быстрая на скорую руку. Если зайти сюда, можно, в принципе, и здесь побегать. Это мы, наверное, так, на третьем этаже. А, на первом этаже. Человек даже... Нет, на третьем. Человек даже не заморачивался двери здесь оставить раскрывающимися. Здесь у нас газовые какие-то... Или это водяные котлы или насосы. Здесь станки фрезерные. Асфальт, который типа с отражениями. Ну, это только типа. Так. Хороший. Коробки прям положительные. Косяки у... Получается, на лодах есть. Если мы вот так зайдем в режим просмотра. Вот, видите, только сейчас они появляются. Ну, как бы... Вот. Они пропадают. Мы их не видим практически. Сеточки, которые там были. Ну, в принципе, нормально. Пойдет. Я вот такие вот части возьму. Далее, что у нас будет? Это... Character. Appearance и Dissolve. Внешний вид персонажа и растворения. И еще одна хорошая вещь, которую нам дали. Давайте зайдем, посмотрим. Так. Это у нас... Так. Demo Maps. Maps. Зайдем в Maps. Ну, такие эффектики. Прикольные. Есть некоторые моменты, да? Которые можно использовать не только на персонажей, но и на некоторые модели. Такие растворения. Некоторые вот для... Удаления каких-то ботов. В принципе, подойдут вот, допустим, вот этот. Типа... Бота убили, он растворяется. Данным видом. Вот прикольный. Такое. Ну, если... Зайти на какую-нибудь другую карту. Давайте закинем... На карту персонажа. Те же самые... Материалы. Мобильные варианты. Ну, вот. То есть, мы модельки можем тоже как-то растворять. Заполнять. И так далее. Почему бы и нет. Хотя, видите, тень остается. Так. Что у нас далее? На этом мы закончили наш 5 элементов, которые раздают. И остаются те элементы, которые у нас тоже раздавались бесплатно. Но о них не было никаких, так скажем... Ну, никакого показа не было. Что они и раздаются. В общем, вы ссылочки найдете в описании на них. Это ADT-Link. Это образно для Microsoft Azure. И для умного дома. Тут, в общем, делается внешний вид вашего дома. Там с закрытием... Какие-то нюансы. В общем, закрытие дверей, там... Закрытие штор. И такая вот ерунда. Второе. Это ADT-Link. То же самое. Только, видимо, усовершенствованный, не усовершенствованный. Какой-то обычный. Усовершенствованный. Очень хорошая вещь. Это Tougal Sidebar. Скорее всего, после этого видео я поставлю ее. Протестировать. Это, в общем... Скрывает боковые вот эти блоки. То есть, нажимаете на горячую клавишу, и он скрывает их. Для большего объема нашего, получается, рабочего стола. Ну, так, в общем, создает. Так. Следующий это MapSync плагин. Он делает такие вещи, что, допустим, если вы работаете вдвоем на одной карте, если один персонаж, так скажем, вашей рабочей или еще кто-то, коллега, перетащит предмет, вы увидите, что предмет перенесся. То есть, в двух разных компьютерах. Но он показывает, что предметы переносятся и так далее. Интересно, но не знаю, как она будет работать. Call a chain client. Вещь непонятная. Это, скорее всего, для C++. Это какой-то внешний фреймворк, я предполагаю. Да, он что-то куда-то подключается для каких-то целей. Если более конкретно, ничего не сказано особо. Отладка зашифрованных сообщений и что-то, в общем, непонятное. Если вы C++ знаете и пишете на нем, может быть, вам пригодится. Следующее это db.gsong. Это получает, в общем, с базы данных gsong сообщение и конвертирует. Это конвертер. То есть, он конвертирует в стринг строку. То есть, просто в строку. Следующее. EasyJVT. Это у нас что? Плагин. Используется для генерации, проверки, извлечения претензий и gsong. То же самое, скорее всего, вот эти два вида для каких-то сетевых шутеров и так далее. Ну, в общем, для сетевых игр. То есть, они передают, расшифровывают, проверяют и так далее. Следующее, что у нас есть интересненько, это модульяр. Military Operation. В общем, городская учебная среда. Так как у нас наши пять основных были очень невеселые, точнее, даже грустные, давайте загрузим как раз-таки этот модульяр. Посмотрим, насколько он... Так, кстати, он не загрузился. Да, он не загрузился, к сожалению. Видимо, либо ошибка... А, нет, он не загрузился, потому что у меня 4.26. Он на 4.27 только работает. Ну, теперь понятно. Следующее интересненькое, это у нас Epic Games раздает какую-то страшилищу. То ли многорукая, то ли многозубая. Что с ним происходит, непонятно. Какой-то большой тракан. Материал отличный, но это же Epic. В общем, интересно посмотреть, насколько у него много полигонов. Количество вершин 800 тысяч. Это очень хорошо. Даже слишком. Идет у нас набор звуков также и предметов. Давайте вот как раз-таки его и посмотрим. Так, а это... Time Sounds, интерфейс. Так. Ну, здесь звуки у нас. В общем, для каких-то раннеров. Надеюсь, вам это было слышно. В общем, много интересных звуков. Так, это и звуковые файлы какие-то. А это... Это все то же самое. Да, это все то же самое, только в звуках. Может быть, какие-то найдете себе для игры. Что у нас далее? Это Basic Pickup. В общем, Ниагар. Визуальные эффекты Ниагаровские. Давайте тоже зайдем и посмотрим, что они себе представляют. Так, это у нас... FX, Ниагара, Emitter, System, Level. Вот он. Что-то я ничего не вижу. Так. Кстати, передвигаться я что-то не могу. Ну, в общем, давайте так посмотрим. Тоже для раннера, в принципе, хорошо будет. Типа крутящиеся модельки. Что это такое? Это у нас Blueprint Ray. Что внутри? Это какой-то таймер. Который заменяет освещением, видимо. В общем, сильно ковыряться не будем. Но эффектов слишком мало. Материалы, да. Так, модели. Да, несколько моделей всего. В общем, это 3D-модельки. Крутятся спрайты. Скорее всего, мало весят. Давайте запустимся. И посмотрим. Да. Модельки у нас весят не особо много. Но вот эти отражения и так далее. Прямо жестко. Что еще есть? Есть CryptoNet. CryptoNet, CryptoNet. Почему-то один отзыв. И причем негативный. Что написано в отзыве. Нет поддержки 4.26. И разработчик не участвует. Бывает. В общем, он для защиты игр от сетевых взломов. С помощью шифрования репликаций. Честно говоря, репликации интересно. На чем писать? На C++? Или на Блупринтах тоже работают? В общем, если интересно, почитайте. Visual Novell. В общем, какой-то внешний фреймворк. Точнее, фреймворк для визуальных новелл. Вы можете составить свою визуальную новеллу. С вопросами и какими-то ответами. В общем, полненькая система. Многоуровневая система символов и другими. Ну, короче, здесь разветвление и так далее. В общем, посмотрите, если вам интересно вот такой вот вид игр, как визуальная новелла. В общем, друзья, на этом все. То, что нам раздали на ноябрь 2021-го, всего 18 штук. Из них буквально три более-менее нормальных. Остальные не очень. В общем, до скорой встречи, друзья. Пишите в комментариях, что у вас... Что у вас из этого больше так привлекло внимание. А на этом я прощаюсь. Пока.